Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Сегодняшний мой рассказ будет касаться темы совместных посадок овощных, ну и частично плодовых культур. Многие из вас слышали и многие даже наверняка и практикуют это, что есть пары растений, которые всегда традиционно высаживают на грядках вместе. К числу таких растений относятся репчатый лук и морковь. Есть убеждение, что лук и морковь дополняют друг друга и взаимно отпугивают вредителей, которые приносят наибольший ущерб этим культурам. Луковую муху и морковную муху. На самом деле это не так. Дело в том, что лук и морковь растут в сходных условиях и наибольшего эффекта вы добьетесь при посадке раннего лука, как можно раньше, либо вообще под зиму, и моркови в поздний срок. Дело в том, что для того, чтобы морковь хорошо хранилась, для того, чтобы она была минимально повреждена вредителями, лучше высевать ее в поздний срок. Не рано весной, как только сошел снег, а когда цветет сныть. Вот это оптимальный срок для посадки моркови на самом деле. Если вы не живете в какой-то очень суровой климатической зоне, морковь успевает до осени нормально вырасти и образовать хорошие корнеплоды, в минимальной степени поврежденные морковной мухой, потому что первый лед морковной мухи наиболее вредоносный, морковь пропускает по сроку своей посадки. Лук созревает достаточно рано, его убирают, как правило, уже в конце июля, в это время морковь только начинает свой активный рост. И, по сути, мы занимаем одну площадь двумя культурами. Но, естественно, при такой посадке следует делать чуть больше междурядия между луком и морковью, а сажать их приблизительно на полуторном расстоянии между рядами, а не так, как обычно. То есть так, чтобы у нас между двумя рядами лука помещался ряд моркови. Еще одна сладкая парочка огородников – это картофель и бобы. Ну, на самом деле, сейчас бобы – это малопопулярная культура, и действительно, наверняка, вы их встречали только в огороде у бабушки на концах рядов картошки. Картошка, которая растет рядом с бобами, она действительно вырастает очень крупная и очень хорошая. А бобы, которые растут возле картофеля, в минимальной степени повреждаются бобовой тлей. Это самый такой неприятный вредитель, который вредит часто фасоли, а также он вредит бобам. Собственно говоря, почему он так и называется – бобовая тля. Также многие наверняка слышали, что вместе хорошо выращивать кукурузу и томаты. Но это вообще традиционное мексиканское сочетание. Кукуруза помогает создать хороший микроклимат вокруг томатов. Что она получает от соседства с томатами, неизвестно, но, по крайней мере, томаты ей не вредят. Я вам расскажу немножко про те пары, которые наверняка вы еще не пробовали, но мой опыт показал, что это действительно хорошее сочетание. Идеальным, на мой взгляд, является сочетание огурцов и свеклы. Выращивание вместе огурцов и свеклы позволяет получить хороший урожай огурцов с минимальным содержанием нитратов, поскольку большую часть нитратов потребляет свекла, которая также является активным накопителем азота. И поскольку дозу азотного удобрения, которую мы вносим на грядку с огурцами, а всегда на грядку с огурцами вносится хорошим хозяином, хотя бы навоз перепревший, либо компост, либо минеральное удобрение, содержащее большое количество азота, доза вот эта, она делится пополам. И мы получаем чистую органическую продукцию с хорошим содержанием, допустимым нитратов. Как для огурцов, так и для свеклы. Что еще мне понравилось выращивать рядом с огурцами? Это качанный салат. Естественно, при выращивании качанного салата с огурцами, грядка готовится заранее, и в первом высаживается салат. Пока еще достаточно прохладно. Это холодостойкая культура, и он растет, пока мы не высадили огурцы. Затем мы высаживаем огурцы. Когда огурцы достигают, ну, такого уже нормального размера, когда их надо подвязывать, качанный салат готов к уборке. Точно так же мы можем использовать такую пару, как огурцы и редис. Редис также высаживается раньше. Мы получаем раннюю овощную продукцию, затем грядку занимают огурцы. И мы получаем с этой же площади и огурцы. Требования к питанию и поливу у этих культур очень похожи. Еще один интересный такой дуэт, который я всегда использую в своем саду, это клубника и чеснок. Ну, дело в том, что это клубника первого года посадки и чеснок, а зима чеснок. Я всегда высаживаю в первый год посадки клубнику осенью. Ну, в конце лета, в начале осени высаживается клубника. Чуть позже, в октябре, высаживается между рядами клубники, а зима чеснок. Дело в том, что для хорошего роста клубники необходимы достаточно большие междурядья, чтобы было удобно ходить за ней, чтобы было удобно собирать ягоды, не топтать, чтобы было удобно обрабатывать эту культуру. В первый год клубника дает практически слабый урожай. Цветет буквально по 2-3 цветоноса с куста, в отличие от клубники второго года. И, в принципе, мы половину грядки вполне можем пустить под чеснок. От этого соседства выигрывают обе культуры. Чеснок у нас всегда на глазах. По подкормкам, по внесению удобрений, сроки его фенофаз совпадают с внесением удобрений для клубники. То есть мы одновременно обрабатываем обе культуры. Как правило, уже в конце июля, в начале августа мы выкапываем чеснок, прореживаем нашу клубнику, которая к этому моменту уже дала усы. И на следующий год у нас клубника растет без чеснока. А клубника, что получает от этого соседства, она лучше растет в соседстве с чесноком. Чеснок оздоравливает почву своими выделениями и защищает клубнику от многих грибковых заболеваний, которые присущи именно этой культуре. Также интересная пара, которая показала свою эффективность при выращивании в моем саду, это помидоры и пекинская капуста. Вообще пекинская капуста такая культура, с которой у меня получилось очень не сразу. Как правило, ее очень любят различные вредители. Это и листобложки крестоцветные, это различные гусеницы, белянок, это подгрызающая совка, это капустная муха. Это просто целая тьма вредителей, которые только спят и видят, как покуситься на вашу пекинскую капусту. Но хочется все-таки самостоятельно вырастить овощи и убедиться, что руки у тебя растут из правильного места. Вот подсказываю. Попробуйте вырастить раннюю пекинскую капусту вместе с томатами. Томаты идеальным образом защищают пекинскую капусту от вот этих всех вредителей. Наилучший результат у меня получился при выращивании пекинской капусты вместе с томатами в теплице. В тот момент, пока мы выращиваем раннюю пекинскую капусту, помидоры требуют еще достаточно большого количества влаги. И мы можем поливать нашу капусту беспрепятственно. Кроме того, она практически всю эту влагу поглощает и не дает излишне увлажняться воздуху. То есть грибные заболевания у нас не процветают. Но при этом вы хотя бы раз в своей жизни попробуете чистой, красивой, здоровой пекинской капусты, которая вырос у вас в огороде. Конечно, существуют и другие сочетания овощей, которые можно выращивать вместе. Например, томаты и базилик. Но это скорее декоративное какое-то сочетание. Мы не выращиваем такого количества базилика, чтобы облегчить сильно свой труд. Поэтому я надеюсь, что мои рассуждения на эту тему покажутся вам полезными. И вы обязательно испробуете их в своей садоводческой практике. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Анастасия Гулис